Чтобы стать чемпионом нужно каждый день трудиться. Об этом не устает повторять своим подопечным заслуженный тренер России Василий Дмитриевич Ковальчук. Его волейболисты в 17-й раз стали чемпионами страны. Об удивительном человеке и его работе со слабослышащими спортсменами далее в нашем выпуске. На лице Василия Дмитриевича всегда улыбка. Со стороны кажется, что все у его команды получается легко. А работа со слабослышащими волейболистами ничем не отличается от работы со здоровыми спортсменами. Первый глухой к Василию Дмитриевичу пришел в конце 80-х. Постепенно, из года в год, воспитанников становилось все больше. Если бы начал тренировать полноценную команду глухих сразу, признается тренер, возможно, бросил бы это дело. Все-таки нужно было время, чтобы найти подход. Ранимые, достаточно обидчивые, поэтому есть какая-то грань, через которую переступать никому нельзя. Василий Дмитриевич уже 13 лет возглавляет сборную страны. А свою первую зарплату за работу с глухими получил только в 2007-м. До этого 19 лет тренировал за идею. Работал в нескольких местах, чтобы содержать семью. Более того, приносил из дома свои призы на соревнования, чтобы привлечь ребят в волейбол. Он знал, что придет время, и они станут турклимпийскими чемпионами. Только родные и жена его часто не понимали. Она мне сказала, говорит, надо к доктору провериться. Я говорю, ну а что такое? Она говорит, ну вот именно голову проверить. Я говорю, почему? Она говорит, ну мало того, что у тебя не бывает, что ты тренируешь бесплатно народ, что ты уезжаешь там где-то, сборы проводишь. Ты еще из дома вещи несешь для того, чтобы вручить людям, чтобы они просто пришли в соревнованиях поучаствовать. Я говорю, ну не переживай, все вернется. Говорят, добро возвращается. Главное в работе с любыми спортсменами найти общий язык. В случае Василия Дмитриевича это язык жестов. Волейболисты учат его говорить на пальцах, а он их игре в волейбол. Тяжело очень с этими ребятами. Не зная языка, у них свои мысли. Я, придя из профессионального спорта, то есть много научился у Василия Дмитриевича. Когда сам действующий игрок, ты многих вещей не замечаешь. А став будучи тренером, с другой стороны смотрится на площадку это все. У Василия Дмитриевича простая арифметика. Сначала нужно быть первым в своей команде. Затем попасть в расширенный и итоговый списки сборной. Необходимо доказывать, что достоин места под солнцем. Заслуженный тренер страны хоть и улыбается им в ответ, но требования к спортсменам у него всегда самые высокие. Как и результаты команды. Кристина Берлизова, Евгений Агеев, Новости ОТС.